Девушки отдыхают Его семья продолжает бороться за его освобождение и страдает в его отсутствии. А также филиппины перенесли двойной удар. Сначала землетрясение, затем мощный тайфун. Как церковь помогает пострадавшим? Рассказы об этом и о многом другом в нашем обзоре 2013 года. Вы смотрите специальный выпуск мировых христианских новостей с обзором за год. Я Уэнди Гриффит. 2013 был суровым годом для одной из старейших церквей мира. Христианская община Египта ведет свое начало от первого века. Этим летом толпы мусульман, обозленные свержением исламистского президента Мухаммеда Мурси, напали по всей стране на множество церквей. Десятки из них были уничтожены. Те события один египетский исследователь назвал самым страшным насилием против Копской церкви с 14 века. Руководитель нашего Ближневосточного бюро Крис Митчелл сообщает из Египта. Эта церковь Амир Тадрас в Эльменье – лишь одна из десятков церквей, которые были уничтожены по всему Египту. Этой церкви сто лет, и, как вы видите, ее интерьер полностью уничтожен. По словам одного эксперта, нынешние вспышки насилия по отношению к церквям в Египте стали самыми серьезными за почти 700 лет. Эти эксклюзивные кадры, которые впервые передаются по телевидению, показывают, что внутреннее святилище полностью уничтожено, а алтарь разрушен. Чтобы сжечь церковь наверняка, ее подожгли в нескольких местах. А перед этим специальным знаком были отмечены дома христиан, их автомобили и здания. Если то или иное место было обозначено крестиком, то его подожгли. В настоящее время церковь использует этот импровизированный алтарь, и пастор нам сказал, что они начали проводить богослужения в 6.30 утра. Целями погромов стали не только церкви. Были уничтожены школы, автомобили и предприятия, принадлежащие христианам. Возможно, самым шокирующим стало уничтожение этого христианского приюта. Этот приют христиан-коптов под названием «Воины Христа». Ворвавшись сюда, толпы мусульман разрушили здания, оставив без жилья около 200 детей. Однако те захотели оставить погромщикам сообщение и сделали надписи на стене снаружи. Здесь сказано «Вы хотели нас обидеть, но мы вас прощаем. Бог есть любовь, нам все содействует ко благу». И еще они написали «Любите врагов ваших». Многие нападения были совершены именно на служении евангельских христиан. Это все, что осталось от книжного магазина египетского библейского христиан.